здравствуйте дорогие друзья приветствую вас в саду 300 хост марина начинаю репортажи о моей коллекции о хостах и начну я с тех хост которые эффектнее всего выглядят в начале сезона я сижу рядом с моей любимицей обиква дринкенгурт вот этой хосте более 20 лет намного более 20 лет она красива в течение всего сезона но весной она наиболее эффектно проявляет свои чашечки голубые сжатые вот эти вот чашки которые появляются из земли они вот так вот разворачиваются сейчас 10 июня она выглядит вот так и дальше мы перейдем к другим моим любимицам которые эффектно выглядят весной весной в начале лета и первое кого хочется вам показать это war paint вот именно сейчас он очень красив вот именно war paint это боевая раскраска переводится и вот сейчас как раз самая красивая его раскраска посмотрите на этот не спадающий водопад бело-зеленых листьев с разводами с перьями скоро достаточно скоро war paint станет абсолютно зеленым похожим на свою маму не агара falls точной копии а вот сейчас вот эта красота завитой лист слегка волнистый вот он ври сильно волнистый с легкой завивкой оторваться от него сейчас очень сложно каждый лист просто как произведение искусства вот здесь гюнтер спрайс он у меня еще пока не проявил цвет только начал вот вы видите он сейчас выходит из земли похожим на тоже похожим на свою маму самый сапстанс только гюнтер прайс сначала похож на вам точная копия а потом становится становится очевидным по сорту а у war paint совсем наоборот и вот здесь две мои любимицы молодые все эти хосточки молодые им третий год только вот два года проросли вот это heavy duty толстый сжатый толстый толстый лист похожий на как будто он пластиковый посмотрите какой он выходит из земли смешной и сильно сжатый толщина у этой у листа этой хосты она похожа на рина хайт примерно 0 4 миллиметра но он зеленый и вот посмотрите этот сорт но вот посмотрите он в начале сезона он слегка тронут голубизной вот он такой очень красивый вот это вот волна забавная а рядом нежный нежный вот нарастает только у меня саушайн сияние души просто нежнятина с белой с белой подложкой вот и вот он рядом с таким твердым плотным heavy duty мне очень нравится как смотрится вот вот так они выглядят но здесь конечно выходят красотки вот это фризин прайд фризская гордость почему фризская потому что автор этих сортов вот который начинается со словов фризская фризин голландец а фризы это племя который живет на территории голландии одно из аутентичных голландских племен вот есть такая область в голландии фризе и люди населяющие и называют зовут себя фризы вот целые сорта серия фризская гордость фризская штампованная сталь дивной красоты но реально посмотреть какой фонтан листья не очень плотные но это вот вот спадающий фонтан вот этих вот золотистых волнистых листиков здесь у меня молодые хвост и все вот это совсем еще малыш тоже это липсик блонд помада блондинки вот она помада вот блондинка комары просто заедают в этом году посмотрите какой синий голубой пэблс в этом году прям чудесный вот ван ласт дэнст ван лас ласт дэнс последний танец разрастается у меня потихонечку вот он старше всех на этой на этой грядочке рассадочный ну и вот дизайнерские гены вот они посмотрите вот красная краснота заходит на жилки и вот действительно дизайнерская хоста нежно-лимонно-желтый цвет очень красивый здесь небольшая коллекция миниатюрных хост в основном мышинные ушки посмотрим как они выглядят самом начале сезона некоторые из них действительно начале сезона выглядит иначе чем в конце посмотрим но первым кто кто конечно бросается в глаза это манчкин фая вот это вот манчкин огонь или огонь карапуз вот посмотрите действительно огонек вот она такая если лето будет слишком солнечным она позеленеет немножечко но вот сейчас это вот действительно огонь все поджигает рядом чочь маус церковная мышь вот самая большая жатость которую мы видим у всех машинах ребят и вот посмотрите лаки маус прошлом году делала в августе репортаж вот она лаки маус репортаж о маленьких хостах у нее краешек уже в августе будет белый в начале сезона вот он явно выраженный желтенький в конце сезона они будут похожи фростед маус из замерзшие мышиные ушки вот а сейчас они очень сильно отличаются кто у нас тут из интересных посмотрите как выглядит мини скерт мини юбка в начале сезона вот она совершенно невероятно красотка они у меня еще маленькие эти эти все хосточки в третий год пошел то есть они два года просидели holy mouse ears в начале сезона менее выражен контраст между цветами под у меня вот здесь она побелеет будет такая молочная белая мне очень нравится как она будет в конце сезона сейчас она скромнее немножечко выглядит но зато выделяется сноу маус снежная мышь посмотрите какая она красотка у нее явно сильный контраст очень хороший пока центр не белый а молочная молочная такой кремовый сливочный вот смотрите какие симпатичные у нее разводы по этому белому фону но она эффектная так кто у нас из красоток скулмаус сейчас не очень выразительная но будет концу сезона более выразительная у нее вот это кайма вот эта рюшка по краю она будет более яркой более желтенькой на заднем плане вот здесь светится божья коровка ladybug вот такая божья коровка желтенькая красивая здесь вот здесь у меня прячется silver threads and golden needles серебряные нити и золотые иглы вот эти две две хосточки вот вот здесь вот так вот у меня выглядят golden needles золотые иглы на самом деле выходит абсолютно желтенькая вот эти зеленые скорее зеленые иголки появляются вот у нее последствия очень контрастная фанни маус фанни маус казалось бы ничего такого особенного но она выделяется тем что не очень темный зеленый цвет я бы даже сказала вот он посмотрите вот у лаки маус вот такой зеленый а у фанни маус у нее вот не травяной зеленый а вот как бы такой темный зелененький и очень резкий контраст вот здесь вот у меня очень маленькая country mouse country mouse на самом деле не относится к линии сорта серии мышиных ушек это из другой серии но тем не менее country mouse вот такая она у меня прошлом году пришла очень маленький был у меня саженец вот посмотрите это magical mouse ears магические мышиные ушки вот она сейчас зеленеет и зеленеет была более светло-желтая цвет уникальный он такой молочно-зелено-желтый вот эта белая каемочка по краю белая каемочка связана с тем что у нее би и у нее белая подложечка вот очень красиво вот видите вот green mouse ears зеленые машины уши и вот вот magical mouse ears вот это giant land mouse пока не желтая будет желтеть и мои листья будут крупные очень поздно появилась и вот санмаус вот такая у меня тут санмаус прячется вот что еще а еще конечно белые хосты конечно они самые нарядные самые играющие в начале сезона вот они это киви сперминт но это огонь и второй огонь вот там ела полька дод бикини разворачивается посмотрите ну завитушечки эти вот киви сперминт сперминт это мятная жвачка помните вот действительно мятный цвет у нее вот такой вот костерчик мятный белый мятный костер вот посмотрите на ела польку дод бикини но это же невозможно потом она на любителя кому-то она не нравится кому-то нравится но в начале сезона она не может не нравится но посмотрите какая красивая невозможно там вдали меня большая ruffle mouse ears вот она красота она расширяется у меня очень хорошо вот разворачивается кудряш самый кудрявый сорт в машиной серии это чуть маус вот они пошли волны это смайлинг маус очень хорошая у меня смайлинг маус уже взросленькая вот шестой год вот так вот выглядят они вот чочь маус ей 5 год пошел вот этой вот шестой год уже вот так они разрастаются но по почему-то в этом году плохо выходит у меня вот в этом месте плохо выходит майте маус не хочет зато посмотрите какой вот это apple тени вот начало сезона он будет желтеть все больше и больше но вот это вот вот это вот вот кочка из пластиковых желто яблочных именно листиков очень красивая но рядом с ней голубой голубой это мини это киви blue baby но это невозможно красивая это самая голубая хост у меня пожалуй самая синяя хоста из в моей коллекции вообще и при этом она мини знаете какие аккуратные ушки да листики как ушки вот они вот так вот вот так вот выглядит тут спрятался новый сорт только в прошлом году посадила blue каскад но обещает обещает очень интересное развитие вот что там у нас у нас там виднеется белое перо но белое перо у меня в этом году не эффектная прошлом году было лучше видимо из-за холодной весны вот эти белые листья очень узкие свернутые в прошлом году они были развернутые широкие вот он у нас тут разворачивается голубой октоба sky выглядывает blue mouse ears вот ушки монстра вот они здесь начала расцвечиваться всеми цветами начала расцвечиваться моя безымянная хоста которая называю акварельная вот она желто-голубая что еще вам показать покажу вам носорогов вот рядом с астралблиз вот астралблиз нежно-голубой разворачивается носорожено ринохайд толстая толстая шкура вот она носорожье растет медленно разворачивается медленно поэтому вот такой вот он но вы знаете ринохайды это самый вот остальные которые сидят синие ринохайды у меня они вот таком еще пока состоянии вот так что так что вот новое для меня хоста новое это кренбери уайн да посмотрите вот вино потому что вот у нее винного цвета черешки посмотрите какой светящийся красивый волнистый лист вот он издалека но это у нас классика джун и авторглоу красиво весной и в начале лета выглядит ханки-панки еще казалось бы копия елого полька дот бикини но не совсем да они действительно очень похожи ханки-панки меньше по размеру край белый белизна намного более сияющая яркая вот вот такой маленький костерчик тоже очень милый не могу не показать вам начале сезона нептуна но посмотрите но вот идеальное сочетание внешнего вида растения и название сорта правда то есть вот когда ты слышишь нептун хоста сорта нептун то ты сразу понимаешь какой идет речь вот она нежно-голубая сильная волна по краю но загляденье посмотрите дивная слегка подкрученный лист и вот она вот она в тенечке у меня в полной тени маракеш маракеш у меня в этом году пробудился вообще первым из всех кост и он до сих пор вот такой красивый то есть он вылез сразу из земли лимонный и вот так слегка зеленеет сейчас но очень красиво но посмотрите да волна среднего размера хвоста вот рядом с ним очень удачное получилось сочетание это очуток autumn charm осенний шарм вот и вот они два таких желтеньких красавца впереди вот этой вот небольшой композиции получились еще раз покажу это вот keep cold вы знаете она вроде бы хоста вроде бы ничего особенного да но вы знаете я от нее почему-то много жду она очень она изящная волна не не очень ярко выраженная легкая но приятная вот сейчас у нее волна желтая а будет белая в середине лета ну вот так вот такая вот она keep cold не знаю по нам я почему-то чем-то она мне очень симпатично смотрите пожалуйста на еще одну красотку посмотрите на эту глянцевую красоту зеленая зеленая но глаз не оторвать называется она эко-миррор эко-миррор означает экологическое зеркало и вот посмотрите посмотрите какой отлив зеркальные действительно зеркальная хоста знаете вот такой цвет салатика зелененького но вот этот блеск простая форма да и у куста и у листа и все но блеск невероятный вы знаете привлекает она к себе внимание и и и